друзья всем привет нас опять замело сегодня уже у нас такое 18 18 марта опять снег и очень холодно но уже обещают нас потепление я наверное сейчас чё одинок я наверное сейчас особо некогда записывать какие-то там ролики обучающие там я наверное скорее всего буду писать в каком-то влога вам режиме а вы пишите как вам такой влог если я буду писать понемножку потом буду вечером монтировать потому что сейчас очень много работы и у нас начинается огород надо и теплицу ставить и соросаду выращивать и выставки у нас на носу очень много поэтому сейчас вот ну вот как получится снимать так и буду снимать до 1 0 то моя девочка да мы это взять прощаете моя маленькая обрезала я снежную королеву это гибискус аваригатный вот видите какие надоют пестролистные побеги много-много и выставила я ее сюда в кактус вы здесь прохладно ну пока пока растет нормально так что посмотрим как она здесь будет расти так она у меня под лампами росла в оранжереи полным ходом зацветает у меня конечно пеларгонии но тут тут у меня лес такой они очень сильно перетянулись перри переросли за зиму и у меня вот сейчас такая вот дилемма мне нужно где-то рассаживать кактусы а у меня нету места у меня вот это вот полочка вся занята пеларгониями вот если сейчас потеплеет я все пеларгония врежу и уберу в летнюю кухню там конечно будет попрохладней но морозов нету какие-то черенки я оставлю но в каком-то единичном единичном варианте в общем размножать ее не буду потому что у меня просто не хватает на это место летом вынесу ее вот черенки как то какие будут я может быть продам а может просто себе оставлю ну вот 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 она вот вот видите какая перетянулась прям очень очень большая все тут все заваливается это надо все черенковать у меня сейчас выставки активная рассадка деток и укоренение листьев пересадка стартеров поэтому вот для пеларгонии мне дел дела нет вообще нет времени хочется конечно это все в порядок привести но я немножко оттягиваю это на более поздний срок вот такой вот еще не показала красивая очень самый наверное на мой любимый сорт ее наверное точно оставлю и она у меня будет так для меня для украшением нашего наших площадей двора в общем вот этого и оставлю точно это у меня покупочки с крайней выставки вот такой варигатный ионим купили мы с дашей вот такие вот штучки что это кстати как называется ведом все этом вот такой вот так а это что я не знаю что это такое это дальше у меня разбирается в этих названиях всех это точно знаю что это отрамискус он такой и вот роли у меня есть простой круглый аваригатного нету вот теперь варигатный есть а это у меня укореняются так тут листочки разных суккулентов это здесь у меня лечу за немножко было лечу за вот разложила влечу за не хорошо укореняются они вообще суккуленты хорошо укореняются поэтому неважно в каком субстрате главное чтобы он был с большим количеством камушках разрыхлителей всяких в общем не проблема намешала вот такой вот субстрат здесь у нас классман торф верховой перлит и вот такие вот кокосовые чипсы это я сейчас буду пересаживать не пересаживать а расчеренковала филадендрон село и буду черенковать в общем укоренять у меня катастрофически не хватает времени на полив видите процент влажности упал до 65 обычно здесь всегда семьдесят пять восемьдесят процентов стрептокарпус распустился ds то сеянет 1714 вот такой как бы показать так по выгодней красивый очень это он только-только начинает распускаться луна очень-очень крупный стрептокарпус и листья у него видите какие крупные большие листья свет выключился работы очень много сейчас буду поливать найти какой красивый антуриум антуриум у меня здесь растут очень хорошо и цветут они обильно они цветут по несколько цветоносов выдают даже по 5 это вот еще мало цветоносов и цветут они очень долго это вот молодой красивый такой блестящий антуриум у меня хорошо себя чувствует вот так вот я укореняла первый раз вообще укореняла фикусы в вермикулите посмотрите какая корневая система это вот череночки вермикулите ну на днях я их буду рассаживать уже такие вот красавцы также здесь у меня вот это фикус лирата посмотрите сейчас сделаю о вот такая корневая система все уже надо его пересаживать в отдельные горшочки лирата череночки а я обожаю когда новые пересаженные стартер чеки у меня вот так вот стоят на полочках это наверное самое любимое состояние у меня фиала когда вот они все такие зелененькие все такие свеженькие молоденькие стартер чеки вот так вот рассаженные стоят такими красивыми рядочками в одинаково горшочках все подписаны еще не цветут еще не разрослись вот это наверное самый мой любимый период у фиалок это вот артик фрост очень красивый сорт вот все они красивые все фиалочки все хорошенькие но это я дома хочу показать вам какой у меня расцвел желтый махровый вот так на лучшем от отпал цветочек ну вот посмотрите какой он расцвел такой его видно видимо пересаживать уже больше горшок потому что ему не хватает силы распустить позже мой какой маленький не хватает силы ему распустить большие цветочки и в общем он такой у меня и он много осыпает цветочков так что надо его наверно обрезать а пересадить больше горшок наверное будут все-таки жарко вот такой вот смешной такой вот такой дома еще мне живет питомец очень нравится мне вот именно вот это утро или если не ошибаюсь постоянно забываю название это вроде рояль его ребят есть у меня рояль и обычная вот это вот варигат на она очень хорошо пустится растет медленно и вот такие вот кустом таким вообще красивая очень мне нравится каждый день я подхожу и кручу ее каждое утро смотрю в любую сей вот такой вот на окошке мне еще растет кухни фикус amstel amtel king вот такой вот очень красивый такие широкие у него листья зеленые хорошо растет быстро густится беспроблемный вот такая вот растет у меня единственная фиалочка в доме это сейчас скажу это оптимара оптимара это оптимара арканзас вот такая вот единственная фиалка у меня в доме ну на этом я с вами прощаюсь не забудьте подписаться на мой канал кто еще не подписался поставить пальчик вверх и написать комментарий спасибо всем кто просматривает мои видео комментирует всем здоровья всем пока